Всем привет, народ! Вы на канале Покашеварим, и сегодня очередной обзорчик у нас, причем сегодня интересное место. У нас в торговом центре Калейдоскоп открылись вьетнамцы, ресторан Гонг, который есть в нескольких местах в Москве, по-моему, на центральном рынке они есть еще где-то. На них можно антимонополистов посылать, потому что у них написано «У нас самая вкусная вьетнамская кухня». Ну, вот так вот они заявляют, то есть они уверены в том, что они делают. Пойдем посмотрим, что же они готовят. Я хочу фобо размером с дом. Вот он, тот самый Гонг, куда я вас и хотел сводить. Открылись они недавно. Здесь, кстати, да, на этом месте был гриль-хаус. И не зашло. Мы снимали гриль-хаус-обзор доставки, как раз отсюда привозили. Ну, довольно посредственная тема, на самом деле. Ничего там такого интересного в гриль-хаусе не было, и они не потянули. К ним люди не идут. Утро, 11 утра, Гонг, и там стоит два человека. Это любопытно. У нас люди любят что-то необычное. Пойдем закажем. Ничего себе, они вьетнамцы. Класс. У них есть суп-фо здоровый. М.П и Б.П. Это маленькая порция и большая порция. 300 и 350 рублей стоит. Причем есть стандартный фобо. Есть фобо с тушеной говядиной, который называется Шо Фот Ванг. Его, наверное, и попробуем, потому что обычный фобо мы уже сто раз пробовали. Вы вьетнамцы, да? Да. Вы так хорошо по-русски говорите? Здорово. Так, можно фо шот ванг с тушеной, лапша вог с курицей, спринг роллы с креветками. Ну, манго шейк. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Сейчас мы за два раза так до сходим. Оп, нифига себе. Нам придется два раза сходить, реально. Слушай, пойдем искать место. 1900 рублей. Вот ровно, ни больше, ни меньше 1900 рублей. И у нас два заваленных подноса с едой. Слушай, ну порции действительно монументальные. Небольшой нюанс, который меня поначалу смутил, то, что я выбрал суп фобо. Меня не уточнили, какую порцию. И по умолчанию пробили большую. Точно так же делает, кстати, Макдональдс. Если ты говоришь мне маленькую картошку, тебе пробьют стандартную. Потому что маленькая она детская. А стандартная она тоже маленькая. Меньше, чем большая. Поэтому тебе пробивает ее. Это выгодно. Ну окей, нам дали большую порцию. И я вам скажу, маленькая порция до этого мужчина брала. Она не намного-то меньше. То есть тарелка поменьше, но все равно дофига. Это классика. Слушай, и суп фобо здесь стоит... В нашем случае, правда, фо-шот-ванг 400 рублей. Это просто бомба. Вот такая вот лохань. Здесь, наверное, миллилитров 700, наверное, не меньше. Но мы его пока отложим, потому что он будет остывать медленнее всего. И мы будем пробовать то, что остывает быстро. Например, вот эти жареные спринг-роллы. Это блюдо называется нем. Мы уже смотрели тот самый легендарный обзор на вьетнамскую кухню, в которой я ничего не понимал. Я до сих пор продолжаю ничего не понимать в вьетнамской кухне. 200 рублей вот такой вот наборчик. В масштабах, конечно, подачи супа фо, это кажется, что очень мало. Нам дали вилочку, но нам не дали никакой ножик. Это фритюрные блинчики. Я, по-моему, выбрал со сметаной. А это какой-то... Как будто уксус острый. Давай попробуем. Не похоже это на соус. Это похоже на что-то более жидкое. Слушай, такой кисло-сладкий. Это как будто сладкий чили, только в жидком виде. Он вообще ни разу не крахмальный, никакой. Просто такая жиженькая водичка. Вьетнамский чебурек, реально. Дай-ка я еще раз попробую. Это вкусно. Во-первых, это хрустящее. То есть, я только что взял. Если бы это была доставка, это бы приехало уже непотребное резиновое тесто. Оно бы перестало хрустеть. В данном случае оно хрустит. Начинка не сухая. То есть, начинка хорошо сбалансирована. В первую очередь, это чувствуется вкус мяса. Солинина, действительно. Хотя, там еще много всего. Там еще морковка. Там же лапша еще какая-то, фунчоза. Но вкус мяса чувствуется при этом. Поэтому это нет. Это не чебурек. Так, если у нас в основном мясо еще может зеленухить, эту она рубит, то тут много всего внутри, но вкус мяса чувствуется. Мне понравились эти блинчики. 200 рублей. В принципе, гармонично. Жирненько, но вкусненько. Фу, ладненько. Давай попробуем. Вот еще одно блюдо нам дали. Это лапша. Лапшу, причем, предлагали в двух вариантах. То есть, фунчоза, либо рисовая. И та, и другое, по ходу, дело рисовая. Ну, или фунчоза, крахмальная, а это рисовая. Не разберешься. Она, по крайней мере, побольше, больше по размеру. Сколько стоит лапша? Как лапша называется? Лапша вок, она так и называется? А, нет, она называется фоса, либо миенхау. Фоса, либо миенхау, ищем. Фоса, 350 рублей. Вот эта вот порция стоит 350. Здрасте. Вот эта порция стоит 350 рублей. Но для вока, на мой взгляд, это дороговато. То есть, рядом вот с ними есть вокер. У них сейчас я посмотрю, сколько вок стоит. Подожди. Окей, окей. Ну, мне надо вок просто со свининой сколько стоит. В сравнении вот с соседями. У вас по... А, вот 288, да? Вок со свининой. Там и овощи будет, и все, да? 288 рублей стоит в вокере приблизительно такой же вок. Ну, имеется в виду по составу, по вкусу не знаю. Здесь он стоит 350. Так, ну, возможно, тут удивит вкус, которого не будет в вокере. Потому что все-таки готовят там вьетнамцы. Тут омлет внутри. Это кайфово. Тут свинина, морковка, лук, кинза. Скорее всего, вряд ли, петрушка. Куски пекинской капусты. Выглядит очень наполненным. То есть, это такое блюдо полноценное. И грибочки, правда. Грибочков мало, но они тоже есть. Давай пробовать. Готовят у них действительно вьетнамцы. Слушай, и это круто. Нет. Ну, в том плане, что... Я понимаю, что... Я уже высказывал свое мнение, что, в принципе, какую-нибудь национальную кухню... Ну, то есть, про осетинские пироги я так говорю, что в Москве я могу поесть вкусных осетинских пирогов. Несмотря на то, что все осетины будут говорить, только в Осетии можно есть вкусные осетинские пироги. Я в это не верю. Если толковый повар и знает, как готовить, он в любом, в любой стране мира приготовит национальное блюдо. Ну, хотя, конечно, исходные ингредиенты важны. То есть, чем пользуются? Вот, например, этим отличается ресторан Лусан, китайский, куда мы ездили снимать обзор когда-то. И я там много раз ел. Они... Я вижу, что приезжают грузовички, на которых иероглифы, оттуда выгружают ингредиенты, на которых иероглифы. Понимаешь? То есть, там точно все аутентично будет. Я это знаю, поэтому люблю это место. Вот. Я надеюсь, что вот здесь вот такая же история. Давай попробуем. Пока ничего прям такого сверхъестественного мы не попробовали в сприндроллах. Слушай, а лапшичка меня отправляет в Азию. Я не так давно вернулся из Таиланда. И мой последний ужин... И мой последний ужин был в абсолютно отвратительной, антисанитарийной какой-то забегаловке местного Пашиба. Но там было все изумительно вкусно. То есть, я ел в ресторанах, тайских, и там было в основном посредственно и очень европеизировано. А там было прям реально вкусно. И вот последнее, что я ел в Таиланде, ну, кроме завтрака, перед тем, как мы улетали, это было вот что-то похожее только с рисом. То есть, тот же самый примерно состав, только с рисом. И вот этот соус, он очень меня возвращает действительно вот к Азии. Аутентичный. Я, наверное, не могу сравнивать это все-таки с Вокером в прямом смысле, потому что Вокер более попсовая тема. Тут есть какой-то свой вкус. Опять-таки, вот эти яйца, да, вот это в Вокере ты не встретишь. Ничего особенного, но в целом блюдо вкусное. И лапша сварена хорошо. Ни каша, ни аль денте по-итальянски. Ну, сварена нормально, она такая плотненькая, не липнет. Очень здорово. В общем, этому блюду тоже от меня лайк. 350 рублей. Может быть, дороговато, кто-то скажет, но с другой стороны, оно стоит дороже на 60 рублей, чем в Вокере, и, пожалуй, оно вкуснее, чем в Вокере. Не то, что вкуснее, оно интереснее, чем в Вокере. Ладно, манго-шейк. Вот манго-шейк здесь что-то дорого стоит. Мы, по-моему, в ресторане Фубо его как-то подешевле брали, а тут 350 рублей. И манговый шейк мы хотим. Он со сгущенкой? Как же я не жалею, что я сюда приехал. Это не какой-то гребаный сиропчик, ребята. Это прямо... Ты пьешь, как будто ешь, понимаешь, манго. Ну, будет зависеть от того, какой манго они используют. Но я вангую, что хорошее, потому что у них там прямо вот на кассе лежат хорошие манго тайские. Офигенно. Слушай, ой, как... Как это хорошо. Я все глубже и глубже погружаюсь в Таиланд. Не самая моя любимая поездка в Таиланд, но все равно кое-какие эмоции, такие триггеры в голове есть относительно Таиланда. Что-то цепляется. И вот это вот одно из этих. Потому что там везде на каждом шагу делают дешманский. За 50 бат, типа, там манго шейк тебе делают. Ммм. Очень вкусный. Очень вкусный. Я не знаю, добавляют они туда сгущёнки или нет, как это делают в фобо. Но по факту вкусный, короче. Такой, знаешь, он... Лёгкий, что ли. То есть, вот как будто бы тут нет сгущёнки. То есть, тупо манго, может быть, со льдом взбито. Огонь. Очень простое, понятное блюдо, но из хорошего продукта сделано, поэтому вкусно. 350 рублей. Учитывая, что тут, наверное, манго полтора внутри вот этой штуки. Пожалуй, да. Слушай, мне пока очень нравится. У нас ещё есть одно такое вот блюдо формата шок. Слушай, блин, вьетнамцы не жалеют. Как мне, как мне нравится. Чёрт, я так рад, что тут не гриль-хаус, а тут теперь такая штука. И рядом с моим домом. Торговый центр калейдоскопа, если что. Четвёртый этаж. Так, рис с боя. Бой, это, видимо, бульон как раз вот этот говяжий. Видимо, это блюдо называется сомво. Ну, рис с говядиной. Вот он, рис с говядиной. Расшифровали, кстати. Единственное блюдо, которое расшифровали, это рис с говядиной. 400 рублей стоит. Но смотри, 400 рублей за вод. За 400 рублей мы получаем бульон. Аналогичный бульон Уфо. Мы получаем рис. Целую чашку. И жареная в каком-то соусе, пока не знаю я в каком, говядина. Говядина здесь наложена в принципе не дурно. За 400 рублей так это божественно просто. Блин, в редкой доставке ты встретишь такое, понимаешь? Тут тоже как бы не ресторан, а фудкорт. Но тем не менее, посмотри, да? Штучек 10 кусков говядины тут наложено. То есть граммов 60, наверное. 70 говядины есть. Морковка. Морковка сверху, жареный арахис и молотый арахис. Причем это один и тот же арахис в такой именно последовательности. Сначала жареный, потом молотый. Бульон и все, зашибись. Очень-очень-очень много еды. Я стартану именно с бульона. Есть какая-то специфика в этом бульоне. Он же фобо абсолютно точно. Они из одной лоха не наливают. Вот этот вьетнамский бульон, он черт поделил. Он какой-то нестандартный. Я так дома сварить не смогу. Они видимо туда каких-то корней что ли добавляют. Они, во-первых, варят очень долго, то есть он такой наваристый, но при этом не жирный. Вот мы снимали ресторан Хон Гронг. Там прям плавал жир сверху. Тут такого нет. То есть они то ли его снимают как-то, то ли фиг его знает. Сверху нет пленочки жировой. Это приятно. Но при этом он наваристый. Я это чувствую, что у него вкус хороший. У него какая-то сладость. Какие-то вот ароматные такие специфические. Отличный бульон. Отличный бульон. За него лайк. Тут, в принципе, у меня бабушка, вот когда я там болел, например, или мама там, да, они все время бульонами меня вообще-то отпаивали. Все считают, что бульон он помогает. Ну, этот бы выручил. Вкусный. Ладно, что с мясом? Мясо, на первый взгляд, на самом деле жестковато. Ну, объективно. И на второй взгляд оно жестковато. Прям, прям совсем жесткая. Слушай, очень жесткая говядина. Я сейчас попробую, может, еще какой-нибудь кусок взять. Максимально жесткая говядина. Не могу сказать, что это хорошо. Хотя я люблю пожевать, но относительно мяса все-таки я хочу, чтобы оно было мягкое. Изумительные слайсики морковки. Тоненькие, тоненькие, немножко обжаренные. Они как бы почти готовые, но хрустят. Отлично приготовлены. Мясо пытались приготовить так же, но это мясо. Его так же нельзя готовить. Не очень. Соус вкусный. Что касается риса. Рис без соуса. Приготовлен идеально. То есть, его можно есть отдельно. Он вкусненький. Он хорошо сварен. Не каша. Опять-таки, так же, как лапша. Нельзя сказать, что он недоготовлен. Нельзя сказать, что он переготовлен. Он приготовлен. Все. Вот, тут как раз кусочек риса упал. А если с соусом, так вообще отлично. Соус специфический азиатский. Кисло-сладенький. Немножко острый. Очень вкусный соус. Вот эта капусточка с морковкой. Мелко нарезанная. Когда она здесь лежала, складывала очень скучное впечатление. Как будто бы это просто морковка с капустой. Я сейчас попробую. И там есть, ну, типа наш вот, знаешь, подсахаренный салатик капустный. Вот когда ты хочешь сделать не квашеную капусту, а капустный салат. Чуть-чуть сладенький. Вот это вот прям он. Только порезан специфическим вьетнамским образом. То есть, максимально мелко вот такой. Как лапша. Очень вкусный. Вкусный, яркий такой, приятный. В общем, это блюдо обожраться абсолютно точно. Я не знаю, но тут пополам можно делить. Плюс еще бульон. Вообще можно из бульона, наверное, сделать суп. Вот так вот покидать и есть потом ложкой. Опять говядину в рот положил. Сейчас жевать полчаса буду. Абсолютно нет ощущения, что меня кто-то тут налюбил на деньги. 400 рублей это блюдо абсолютно точно стоит. Единственное, что мясо здесь не очень. А так в целом поесть вкусный. Соус вкусный. Чувствуется азиатскость. Для тех, кто ел когда-то азиатскую кухню в том или ином виде. Либо там где в Таиланде, во Вьетнаме были. Или здесь, где-то в Москве. Наверное, вы почувствуете знакомые вкусы. И не шокируйтесь. То есть ничего такого нового не будет для вас. Но это будет прикольно. Много и вкусно. У нас остались холодные спринг-роллы. И горячий фобо. Фобо. Фобошечка. Фобошище. Даже, наверное, так правильнее будет сказать. Капитальные порции. Вот она подача. Лохань. Наполненная. То есть тут много ингредиентов. И допики. Всегда к фобо подается что-то острое, что-то кислое. И что-то еще. Что вот это вот? Это, видимо, имбирь, что ли, такой. Ростки сои. Какая-то мята. Зелень, кстати, свежая. Посмотри. Все выглядит бодренько. Чили, перчики. Я его сразу добавлю, потому что я люблю острое. И это какая-то вонючая, непонятная штука. Наверное, тоже надо добавить. Видимо, тоже что-то острое. И уксус. Вот это уксус с чесночком. Я его тоже немножко добавлю. Все. Что сделать с ростками? Я не знаю, поэтому тоже добавлю. Оп. И все. И будет мне хорошо. У меня остался только лайм. И непонятно порезанный имбирь. А так, в целом. Смотри. Тут очень много лапши. То есть, это такой чертовский углеводный суп. Мяса не так много, наверное, как... Не, мяса много. Фотованг суп, да? Или как он называется, в общем. Это не фобо. Я опять неправильно называю. Шотванг. Шотванг, ребята. С тушеной говядиной. Я его еще ни разу в жизни не брал. Хочу попробовать. Монументальная штука. Ух, ёп. Я усовершенствовал, так усовершенствовал. О! А чем я столько добавил? В общем, вот этой штуке столько добавлять нельзя. Потому что она убивает дракона. Бомбически острая штука. И это, прикиньте, это вот где-то на 600-700 миллилитров, да? Боже мой. Мягчайшая. Мягчайшая говядина. Изумительно мягкая говядина. То есть, на контрасте с предыдущей, которая вообще не жевалась. Эту говядину, эту говядину тушили. Сколько надо тушили. И разошлась. Все. Я просто на одном куске покажу сейчас. Вот любой рандомный достану сейчас. Вместе с лапшой. Смотри. Пластиковая вилка. Она делает из этого мяса пюрешку. Но, по большому счету, учитывая, что я попробовал бульон отдельно, и уже у меня мнение о супе Фобо, о супе Вонг-Ванг, о любых других супах, которые подают в заведении Нгонг, у меня сложилось. Хороший бульон, довольно обычного вкуса. Ничего такого особенно отличающего, например, от ресторана Фобо. Который я был. Или от ресторана Хон Грон, который мы снимали. Ну, то есть, нету. Наваристый бульон, много начинки. Вот в данном случае я для себя зато определился, что брать суп с тушеной говядиной интереснее, чем с обычной. С обычной вареной вот этой нареженной говядиной. Она довольно резиновая всегда в этих супах. Вот. Еще я сделал один прекрасный вывод для себя, что все-таки добавлять красные штуки, которые тебе подают дополнительно, не стоят целиком. Годный, годный суп, ребят. Те, кто любят Фобо, здесь он определенно понравится. Большая порция, деньги разумные. 400 рублей стоит этот суп. Вот. Я перед тем, как попробую последнее блюдо, а это у нас сприндрол, и я думаю, что он меня не удивит. Я хочу сходить за шейком, который я сразу не заметил, но потом увидел, когда забирал заказ. Шейк маракуйя. Я взял манговый, а маракуйя не взял. Пойду исправлюсь. Здрасте, еще раз. Очень вкусно все. Класс. А можно еще шейк добавить? Один маракуйя есть у вас? Да, я могу. Да, хочу маракуйю. Слушайте, а можно спросить, вот это вот что здесь? Вот это что красное? Это острое, да? Да, острое. Я потому что добавил, и теперь есть невозможно. Очень острое. Она вроде чуть-чуть ее. У меня сейчас этот парень на кассе спросил, говорит, а твой помощник, говорит, что ему типа, говорит, он не ест что ли? Говорит, ему не надо отдельно заказать. Он так спросил, как будто он не в курсе, какие порции супа он подает, например. Так, ладненько. У нас на поездке маракуйя шейк. Давай я его попробую. За вкус маракуйи готов тушу продать, блин. Это очень вкусно. На самом деле, если бы он был не шейк, а был немножко с газировкой, вот чуть-чуть туда бонаковой бахнуть, стало бы чуть-чуть вкуснее. Все-таки, если вот выбирать из шейков, то шейк лучше манго взять. Я увидел, там у них сгущенка стоит, сгущенку они, видимо, добавляют. Шейк маракуйя, наверное, нет. Либо купите бонаковой, добавьте, будет. Вкусно. Стоит он тоже 350 рублей. Все шейки 350 рублей. У нас последнее блюдо. Спринг роллы. Это называется гойкуон на их языке. 200 рублей тоже стоит, так же, как и жареные. О, ну-ка, давай. Прилип ты. Смотри, они хоть и прилипли, но оторвались без последствий. Очень интересное внутри сочетание. Смотри, тут явно кусочек манго лежит, две креветки не очень большие, много салата, морковка и что-то темное. Видимо, там какая-то мясная составляющая. И опять-таки, тот самый сладенький соус, не соус, но какая-то заливочка. Видимо, вот так это надо делать и бескомпромиссно есть. Там внутри говядинка. Я не люблю такое блюдо. Внутри абсолютно как бы ощущение пресности и сухости. Там морковка, там мясо, лапша, креветки. Ну, то есть, в принципе, кажется, вроде бы все. Это место должно создавать довольно приличный вкус, но мы уже настолько привыкли к всяким соусам, что вот не макнув, вот это есть невкусно. Все-таки, наверное, клевее, когда блюдо ты можешь есть, не используя никаких добавок соуса. Хотя оно здесь положено, значит, ты должен макать, и тебе будет норм. Довольно плотная вот эта вот лепешка рисовая. За счет этого он не порвался, когда я пытался отлеплять, но и в то же время благодаря этому довольно долго ее приходится сжевать. Она самая долгожующаяся история во всем блюде. Не очень мне понятно, честно, наверное, там какие-нибудь ребята-зожники оценят, потому что тут ноль калорий, мне кажется, в этой всей истории. Вот. Но там, где ноль калорий, мне явно не туда. Все, ребята, мы попробовали, в принципе, довольно много из ресторана. Из ресторана или кафе уличной вьетнамской кухни Нгонг могу сказать, что мне понравилось. Я очень рад, что в моем районе здесь, в принципе, такого нет. И это первое место, которое появилось вот в таком вот азиатском формате, то есть, ну, с азиатской едой. И мне чертовски от этого приятно, потому что мне такая еда приятна, мне нравится ее иногда, разнообразить стандартные вот это, вот все, что мы едим, разнообразить чем-то необычным, с необычным вкусом. Я, я не знаю, я под конец, наверное, у меня уже давно в голове есть сформулированная мысль относительно специфического вкуса, вот того же бульона, каких-то соусов, которые они используют. У меня есть формулировка, которую я могу озвучить, но тогда для вас вся азиатская кухня станет скорее неприятной. То есть, формулировка, она неприятная, но для азиатской кухни это очень подходит. И я, наверное, не буду это говорить. Хотя я могу поставить какое-нибудь условие, 20 тысяч лайков, и я в следующем обзоре какого-нибудь вьетнамского ресторана или кафе я озвучу. А в этом не буду. Хотя, может, вы догадаетесь, напишите в комментариях, аромат чего исходит, например, от бульона, от соуса и так далее. Давайте, погнали, челлендж от Погрешварь. В общем, хорошее место, мне понравилось. Давай оценим, давай оценим по нашей системке. Вкус, цена, комфорт, персонал и скорость. У нас 5 критериев, по которым мы оцениваем кафешки и всякие рестораны. Вкус, я поставлю 4 с плюсом. Я поставлю 4 с плюсом, потому что мне такая еда, в принципе, нравится. Особенно мне нравится, что она в Москве. То есть я как бы здесь, в Москве, я должен есть борщ, но я могу поесть фобо. Это приятно. Цена. Можно вот, в принципе, за дорогие шейки поставить, снизить оценку. Я реально, я объективно хочу поставить 5, потому что, ну, столько еды за там 400 рублей, вот максимальная цена сегодняшнего блюда 400 рублей. Это круто. Это круто. И по соотношению вес, который тебе дают, то есть питательность и цена, здесь просто шикарно. Давай поставим 5, и все, я и оставлю 5 по ценам. Цена. Комфорт, ну, это фудкорт. Что, какой тут комфорт? Ставим 3, конкретно этому заведению в торговом центре калейдоскоп. Персонал красавчики. Я удивлен, насколько они хорошо говорят по-русски, ну, вот, по крайней мере, девушка, которая делала шеи к нам, она говорит, она родилась здесь, и парень, который стоит за кассой, он родился во Вьетнаме, но учится в Москве, по-русски говорит, отлично, он меня понимает, я задаю вопрос, он понимает, это класс. И ребята улыбчивые, приятные, и даже вот эта девчонка подписана на мой канал, как еще она, опа, кашу варим. Класс, привет тебе. Ну, и скорость, нам пришлось подождать, но подождать не более 5 минут, то есть где-то 5-6 минут, и у вас уже там первые блюда поставятся на поднос. Учитывая, что мы заказали довольно быстро, за 6 минут мы ушли к столу, это неплохо, за скорость я поставлю 4 с половиной. Вот, и вот итоговая оценка, ребята, общий рейтинг у нас на канале, как всегда, советую, советую, хотите ощутить необычные вкусы, как бы небольшой ощутить колорит Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и так далее, да, вот, азиатский, то в этот ресторан можно сходить. Действительно, очень клево, и, блин, аутентично. Мне понравилось. Я рад, спасибо, Нгонг, вы красавчики, вам лайк определенный. Они где-то еще, кстати, есть на, типа, на центральном рынке, я еще не заходил в Инстаграм, еще где-то, в общем, найдут, короче. Ладно, всем это, всего вам вкусного, пока. А вкус всей вьетнамской, тайской, камбоджийской кухни заключается в том, что он похож на вкус на... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok